Приветствуем всех! Вы на канале Тактик Медиа. Я Николай Смирнов. И сегодня мы продолжаем сериал про события на Украине. И в гостях у нас Владимир Великанов, специалист по военной и политической истории 17-го столетия. Приветствую, Владимир! Добрый день! Так, ну мы бросили наших братьев, не братьев на то, что они присягнули на верность нашему царю Алексею Михайловичу, но сами про это не очень догадывались. И дальше мы рассмотрели Переславскую Раду. О чем сегодня мы будем говорить? Мы сегодня будем говорить о том, как жила гетманщина после принесения присяги царю, а также о мятеже Выговского. О его причинах, то, как он развивался и почему в итоге казачество и левобережное, и правобережное опять присягнуло царю. Отличная тема. Ну что ж, тогда приступим. Итак, мы начинаем с того, что как, в общем-то, под властью русского царя первые несколько лет, еще при Хмельницком, существовала Украина. И вот это, как развивались события. Слушаем. После принесения присяги в Переиславле в 54-м году Украина, точнее войско Запорожское и города, пользовались правами широкой автономии. Царская администрация была представлена только в одном городе, Киеве, где находился царский гарнизон и царские воеводы. При этом сам город пользовался правами самоуправления. Царские власти подтвердили всем украинским городам Магдебургское право. Они продолжили пользоваться городским самоуправлением. То есть, города оказались независимы, по сути, и от царских властей, и от казацких властей. Права и полномочия казацко-старшины, они распространялись только на сельскую местность. Такой интересный парадокс сложился. Так как шла война, то никто особо в юридические нюансы и не вникал. Казаки трактовали свою автономию максимально широко и продолжали дипломатические сношения с иностранными государствами. Москва на это смотрела двояк. С одной стороны, безусловно, это Москве не нравилось. С другой стороны, Москва была не готова к силовому воздействию на своих новых подданных. Продолжалась война с Речью Посполитой. Параллельно, если вы помните, царь Алексей Михайлович пробовал предложить свою кандидатуру на польский трон. Шла война со Швецией. В общем, времени и сил как-то приводить казаков в какое-то жесткое русло не было. Здесь, наверное, еще и фактор Хмельницкого играл свою роль. Что фигура Хмельницкого была достаточно такая сильная. И в какой-то мере, наверное, некая благодарность за то, что он пришел под власть русского царя, еще существовал. Потому что прощалось ему действительно очень многое. Это яркий пример, когда он едва ли не в союзе со шведами пытался воевать против Речи Посполитой. В то время, как русское государство уже заключило Виленское перемирие и уже вела войну со шведами. То есть, понятно, что для подчиненного это действие, прямо скажем, заслуживающее наказание. Между тем, он в лучшем случае отделался таким проявлением недовольства царя. Да и то, неизвестно, довели до него или нет. Здесь нужно рассказать еще и о том, что при Гетмане Хмельницком не было постоянного царского представителя. То есть, все взаимодействие с царскими властями, оно шло через гонцов. Которые передавали только формальную позицию плюс какое-то дополнительное устное сообщение. И путь из Москвы до Чагирина он занимал порядка двух недель в один конец. Поэтому Москва получала сообщение, во-первых, с запозданием. Во-вторых, фактически Москва видела только формальную позицию Гетмана, который ни разу в своих сообщениях в Москву не ставил под сомнение факт присяги. Он говорил о том, что он вместе с царем борется с речью посполитой и уходил от всех скользких вопросов. Да, приезжали царские посланники, происходили достаточно непростые переговоры. Но в целом, формально, внешне соблюдались принятые правила игры. Ну, то есть, получается, что Украина в данном случае, Гетманщина, являлась даже скорее таким не вассалом русского государства, а де-факто таким неким союзным государством. Ну, не государством, но союзником русского государства. В который Гетман, ну, в общем-то, претендовал на некое условное равенство в принятии решений. А претендовать он, может быть, мог, но его так никто не воспринимал. Его так не воспринимали ни в Москве, ни в Варшаве, ни в Бахчисарае. Формально соблюдались, еще раз, внешние правила игры. Была дана широкая автономия. Границы этой широкой автономии четко зафиксированы не были. Механизма взаимодействия между Москвой и Гетманом отстроено не было. Фактически все свелось к обмену посольствами. То есть, отложили на после войны, да, по сути? Да, вы поймите, то российское правительство, которое было, оно не имело опыта интеграции таких сложных государственных образований. Плюс мы в предыдущей серии как раз и разбирали, что непонятно, кто и что присягнуло. Не зря присягу приносило войско. Присягу приносила группа людей. Потому что территория никак не была обособлена, не имела никакого государственного устройства. Города приносили присягу отдельно. Духовенство приносило присягу отдельно. Ну да, мы, в общем, отсылаем к предыдущему ролику, чтобы не повторять все подробности. Ну ладно, допустим, вот мы понимаем, что Гетманщина, Украина в составе русского государства по сути своей занимала такую двойственную позицию. С нашей стороны, со стороны русского государства, она оказалась некой территорией, которая уже постепенно должна интегрироваться в состав большого русского централизованного государства. Со стороны того же самого Хмельницкого мы видим несколько другой взгляд. Откуда взялся Выговский и вся эта история с его изменой вообще? Собственно, как он вообще появился? Кто это такой? Выговский на момент смерти Богдана Хмельницкого был генеральным писарем. То есть, выполнял роль своеобразного премьер-министра, руководителя Гетманской канцелярии. То есть, это большой пост. Это не выскочка. Он, в общем-то, являлся фактически вторым лицом в этом квази-государственном образовании. С точки зрения административной части, да, он был вторым человеком. После смерти Гетмана он смог сделать так, что старшина именно ему предложила быть Гетманом. Сам Выговский происходил из небогатой шляхетской семьи. И с точки зрения своего менталитета он тянулся к Польше, потому что она ему была понятна. К польским традициям, порядкам, устройству жизни. Что там в Москве, он даже не представлял. Никто из казацкой старшины не был в Москве. Они не знали, какие там обычаи, правила, порядки. Поэтому Выговский интуитивно тянулся к той системе, координат, которая ему привычна и понятна. Поэтому уже летом 1958 года к нему приехали представители польского короля. Именно короля. Здесь это очень важная оговорка, которая повлияла на всю последующую историю с бунтом Выговского. Переговоры с Выговским вели представители короля. Но у короля в Польше были ограниченные полномочия, и он не мог без сейма принимать ключевые решения. А сейм не равно королю. Там другие группы влияния и другие интересы. К Выговскому приехали королевские представители и начали с ним переговоры о его возможном возвращении под королевскую власть. В итоге тот документ, который был выработан, он получил название «Гачевских статей». В первом варианте, о котором договорились представители и короля, и казаков, речь шла фактически о создании нового государства. Если речь посполитая, это было объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского, то теперь туда должно было войти третьим участником княжества русское. Давай-ка все-таки откатим немножко назад, потому что все-таки пока не очень понятно, кроме, может быть, происхождения Выговского, что же заставило отказаться от Переславского союза. Ну, допустим, ладно, сам Выговский, можно сказать, что он всегда мечтал вернуть Украину под власть польского короля, выторгав какие-то себе преференции. Почему старшина, которая поддержала Хмельницкого буквально в 1654 году, почему вдруг к 1658 году она также, в общем-то, массово поддержала совершенно противоположные внешнеполитические действия? Наверное, все-таки за вот эти четыре года произошли какие-то изменения, которые изменили, может быть, пока отношение к русскому государству и вообще к самому факту Переславской Рады. Нет, скорее тут можно говорить о том, что за это время, за эти четыре года ничего не произошло, они так и не поняли, что им дало царское подданство. Кроме военной помощи от царя, не было никаких попыток инкорпорировать Гетманщину, Украину в состав российского государства. Вопросы нобилитации старшины, признание за ними той собственности, которую они получили, признание новых прав за казачеством и так далее, они просто не обсуждались. А казакам, которые воевали с 1948 года, эта ситуация уже начинала поднадоедать, они хотели зафиксировать свой статус, то, что они имеют. И опять, им Польша была, большинству из них была понятна. В Иговского в мятеже против царя поддержали в основном достаточно зажиточные казацкие полки правобережья. А левобережье, где не было прослойки зажиточной старшины, оно в основном тяготело к казацким вольностям и было против возвращения под панов в любом виде. А вот ты сказал, что они, как сказать, не были оправдой ожидания старшины в отношении признания их достижений в результате войны против Речи Посполитой, восстания против Речи Посполитой. А вот эти требования-то, они вообще как-то доводились до царя? То есть, это сознательная политика была Алексея Михайловича, он, получая вот эти просьбы, он их игнорировал? Или он просто по большому счёту не знал, что они это требуют? Потому что в первом случае можно сказать, что это была ошибка правительства русского государства. Во втором случае это некое просто недопонимание. Это во многом недопонимание, которое было вызвано тем, что для Москвы украинский вопрос не был ключевым. Для Москвы было важно получить обратно Смоленск, возможно Вильно, возможно даже сесть на польский трон. Вот это приоритетные задачи. Решение вопросов с казаками, которых в Москве в принципе считали мятежниками. Мятежным сбродом, простолюдинами, которые подняли бунт против польского короля. Москва этим воспользовалась, у неё открылось новое окно возможностей. Вот сейчас мы это окно возможностей используем. А с казаками и с этой Украиной мы будем разбираться потом. Ну то есть здесь всё-таки, ну я бы всё равно сказал, что получается это в общем-то ошибка. Потому что даже если бы, как ты говоришь, был бы представитель при Хмельницком, пусть не с правами принятия решений, но хотя бы с правом говорить с Хмельницком от имени русского правительства, то он бы скорее донёс быстрее вот эти все нужды. И может быть какие-то изменения прошли и не был бы так успешен мятеж Ваговского. Потому что вообще всё-таки он как бы очень странно выглядит для той ситуации. Война с Речью Посполитой, скажем так, она хоть и приостановлена, но вот-вот снова начнётся. Никаких, скажем так, силовых действий со стороны русского государства, которые могли бы там разозлить, не предпринимается. Нету ни попытки введения гарнизонов, нету какого-то налогового времени, каких-то ограничений свобод. И вдруг мы видим, что раз и соглашаются на совершенно неожиданную такую измену фактически. Вторую, правда, уже получается, измена на измену, но всё-таки на измену. Вот этот момент всё-таки смущает. Не считаешь ли ты, что всё-таки вот здесь недооценка вообще вот этой необходимости общения с Гетманами, сначала с Хмельницким, а потом с Выговским, это вот является большой грубой ошибкой. Да, действительно, это так. Более того, с дальнейшими Гетманами, с Брюховецким, тем же самым, российское правительство продолжило наступать на те же грабли, не уделяя достаточного влияния, его внимания, извините, взаимодействию и с Гетманом, и с казацкими элитами, не пытаясь как-то их инкорпорировать, не пытаясь выстроить постоянный эффективный диалог с казаками и их старшиной, ограничиваясь лишь некими формальными процедурами. И на этом, собственно говоря, и всё. Как они живут, чем они живут. Ну, понятно. Да. Ну, возвращаемся, наверное, тогда к Годячкому соглашению. Значит, какова была история этого соглашения? Кто на кого первый вышел, кто проявил инициативу в этом? Вот я так понимаю, что приехали королевские послы, но приехали они, наверное, видя некое встречное движение Выговского. Он какие-то проявлял? На уровне личных контактов у многих представителей правобережной старшины никогда не обрывались связи с Польшей. Поэтому приезд королевских представителей, он был, ну, в принципе, понятен. В ходе переговоров Выговскому предложили достаточно понятную и чёткую политическую программу. Точнее так, выслушали его пожелания и на словах согласились. И даже подписали документ. Другое дело, что этот документ был подписан представителями короля и не имел юридической силы прямой. Тем не менее, речь посполитая теперь состоит из трёх частей. Польское королевство, Великое княжество Литовское и Княжество Русское, которое состоит из трёх воеводств. Гетман выбирался королём из четырёх кандидатов. И причём пожизненно. И эти воеводства имели право направлять своих представителей на Сейм и в Сенат. То есть, для себя Выговский всё решил. По сути, он становился пожизненным гетманом южной части Речи Посполитой, которая теперь становится обособленной территориальной единицей. Обсуждался вопрос нобилизации казачества, получения им, особенно старшиной, шляхетских прав, причём в расширенном каком-то виде. Обсуждался вопрос легализации накопленной собственности. Это та собственность, которая была потеряна поляками и перераспределена казаками между собой. И как это решался вопрос, все же были, законные владельцы в основной своей массе были живы, или в крайнем случае их наследники? До конца этот вопрос не был решён. Польские представители готовы были обсудить для старшины выделение, сохранение каких-то земельных наделов. Вопрос был очень сложный, потому что правобережье, это, в основном, киевское воеводство, это магнатские земли, в основном. Я об этом говорил ещё в нашей самой первой серии. Киевское воеводство, оно на 80% принадлежало крупным магнатам. Но в то же время это давало возможность и договариваться, условно говоря, готовы ли магнаты уступить часть своих земель, для того, чтобы вернуть остальное. Плюс были королевские земли, плюс были земли условно не колонизированные, которые выделять ещё проще. Поэтому вот этот вопрос до конца решён не был и оставлен для дальнейших переговоров. Выговского, в принципе, это устраивал для себя. Он всё, ещё раз повторюсь, решал. Часть правобережной старшины тоже была с этим согласна. И на основании этого Выговский в сентябре 1958 года начинает боевые действия. Я не буду сейчас вдаваться в детали. Для этого интересующиеся темы могут обратиться к книге Игоря Бабулина «Конотопской битве», где все боевые действия изложены очень подробно. Скажу лишь в общих чертах. Очень 1958 года мятеж Выговского, несмотря на то, что он был внезапен для царских властей, тем не менее он не был до конца успешен. Киевский гарнизон отбился. А белгородский воевод Ромодановский смог успешно противостоять мятежным казакам на левобережье. Выговский, убедившись, что царское правительство не смог застать врасплох, и оно готово к войне, начал переговоры. В этот момент царское правительство, уже получше разобравшись в ситуации, готово было предложить ему воеводство Киевское. как минимум, если не в ВОЧ, то некое административное управление с правом ренты, возможно, даже наследное. Прямо все Киевское воеводство, это огромные территории. Да, но Москва уже начала чуть лучше понимать, чего хотят казаки, о чем идет вообще речь. Что да, с этими людьми, хотя они нам не до конца понятны, они не являются в принятом в Москве смысле родовой знатью, тем не менее, с ними надо о чем-то начинать договариваться. Но Выговский, выслушав Москву, все равно решил, если можно так сказать, предпринять вторую попытку. И весной 1959 года мятеж возобновился. Дальше последовала знаменитая Конотопская компания. Здесь, Николай Валентинович, Вы знаете все лучше меня. Ну, мы Конотопскую компанию разбирали, да, с Климом Жуком уже, и он отдельно делал стримы, и мы делали ролик, посвященный Конотопской компании. Но все-таки тоже немножко откатим назад. Вся ли старшина поддержала Выговского, или были все-таки какой-то расколы? Кто-то вообще выступал за сохранение союза или подчинение русскому государству? Да, часть левобережных полков, полтавский полк, в частности, с Пушкарем, еще некоторые казацкие лидеры, они находились в открытой оппозиции Выговскому, причем на первом этапе царские власти, не разобравшись в причинах конфликта, наоборот, поддержали Выговского. А вот почему? Неужели Пушкарь, например, да, и его сторонники не сообщали, что они, в общем-то, наоборот, поддерживают русское государство? Или им не верили? Им не верили, потому что Пушкарь и другие казацкие лидеры, они были вообще непонятны в Москве. Если у Выговского хотя бы какая-то степень легитимности есть, то кто такой Пушкарь? Кто его в Москве знает? Кому верить? Верите Выговскому, с кем общались, с кем мы находимся в каких-либо отношениях? Либо непонятным вообще людям? Пушкарь говорит, что Выговский замыслил измену. Выговский говорит, что Пушкарь замыслил измену. И кто тут объективный судья? Не было присутствия российских властей на Украине. А вот Пушкарь был полтавским полковником. Полковники, еще раз напомню, это выборные должности. Выборные должности казаками одного вот этого полка территориального образования. Да. Поэтому... На тот период это выборная должность. Для Москвы они действительно были неизвестны кто и по сути никем. То есть, по сути, Москве просто давали некий условно очередной список полковников, как справочная информация. Поэтому действительно какой-то Пушкарь тот же самый был в лучшем случае известен, может быть, воеводам приграничных областей, с которыми у них были отношения. В нормальной ситуации казацкие полковники не взаимодействовали. Им было не с кем взаимодействовать. Постоянного представителя не было. Киевский полковник, да, он, понятно, взаимодействовал постоянно с воеводой в Киеве. Но это была, наверное, единственная точка. Какую-то информацию получали от царских воевод приграничных городов, но какого-то постоянного контакта и постоянного взаимодействия не было. Ну, они же, с другой стороны, участвовали в боевых действиях совместно. Наверное, они друг друга знали. Вот тот же самый, условно, Ромадановский, который командовал Белгородским разрядным полком, он, наверное, все-таки, постоянно получая в качестве подкрепления, подчинения вот эти казачьи полки, должен был постоянно с ними поддерживать контакты. Кто такой Пушкарь, наверное, он знал. Если мы посмотрим на кампании 54-55 годов, а это единственные кампании, где царские войска взаимодействуют, то казаки действовали практически автономно. Стояли отдельным лагерем, и тот же самый Шереметьев или Батурлин. Да, они, наверное, лично знали основных казацких лидеров, но они не знали до конца, что происходит внутри казацкого войска. А если мы говорим о 56-58 годах, когда совместные военные действия прекратились, то регулярного взаимодействия не было. В этом была очень большая проблема, что царское правительство достаточно долго не имело даже механизма получения регулярной информации о том, что происходит. Сообщения собирали приграничные воеводы с выходцев, то есть с тех, кто проезжал через условный Белгород, Ахтыркут или Севск. Торговцы, кто-то, кто ездил по личным делам и так далее. Их опрашивали, записывали, отправляли в Москву. И как этому верить? Можно ли верить, что какой-то там торговец знает в деталях внутриполитическую ситуацию среди казацкой старшины? Хотя не исключено, что он знал как раз-таки, да? Потому что, ну, если там условно Пушкарь ему там жаловался, ну, я же за государя-царя, да, вот против изменника, а мне не верят. Так Выговский тоже до последнего говорил о том, что он следует принесенной присяге? Даже несмотря на штурм Киева? После штурма Киева он опять начал переговоры о принесении присяги и даже ее принес, правда, не лично, а принес присягу его представителей. Вот это, да, странная история с первым штурмом Киева. То есть ни с того, ни с сего казачьи отряды, причем очень крупные, пытаются напасть на единственный русский гарнизон в этом регионе. Ну, терпят поражение, и потом все, ну, как бы, все делают вид, что ничего не было, то есть никаких последствий для Выговского нет. Или все-таки, как бы, уже начинали рассматриваться. Вот я слышал, что рассматривалась кандидатура все-таки возвращения к идее поставить на гетманский престол, ну, на гетманскую должность сына Богдана Хмельницкого и Юрия Хмельницкого. Почему, кстати, он вообще не стал гетманом? Потому что Выговский всех переиграл, и Выговский был выбран не на всеобщей ради, а на Старшинской, где от полков участвовали их руководители, полковники. И там ему, как второму человеку в администрации, было проще договориться и найти компромиссы со всеми. Он как раз в силу своих должностных обязанностей и был занят тем, что находил компромиссы между достаточно харизматичным Богданом Хмельницким и не менее харизматичными вот этими локальными лидерами, полковниками территориальных полков, которые были лидерами на своих территориях. Поэтому договориться с ними он мог. И он ровно это и сделал. У полковников был выбор. Либо принять волю гетмана и выбрать его молодого сына, у которого ни талантов, ни опыта. А Богдан Хмельницкий именно настаивал, чтобы его сына избрали. Ну, по крайней мере, пытался добиться этого избрания. Да. Либо человек, который понятен, который способен с ними со всеми договориться и который, собственно, и развернул там достаточно, видимо, активную переговорную деятельность для того, чтобы добиться такого решения. Может и хочет, да? Да. Но, в любом случае, весной 59-го начались, с одной стороны, активные боевые действия. Царская армия под командованием князя Трубецкого, убедившись, что договориться с Выговским не получается, пошла силой принуждать казаков вернуться в царское подданство. То есть, поход Трубецкого – это, по сути дела, первый карательный поход с целью вернуть взмутовавшихся казаков под царскую руку. А вот был ли он именно карательным? Потому что, насколько все-таки мне представляется по составу, по, скажем так, статусу этого похода и даже в то, что, допустим, составлялся не классический разряд похода, статейный список писался. Что это все-таки была такая больше дипломатическая акция. Понятно, что она должна была сопровождаться каким-то боевым действиям, если бы они были. Но, скорее, это была именно демонстрация силы. И предполагалось, мне кажется, что вообще казачество даже не будет оказываться в сопротивлении. Нет такого? Абсолютно верно. Трубецкому в наказе все равно говорилось о том, что договариваться. Как раз устрашить и дальше с казаками договориться. Как это, да? Добрым словом и пистолетом, да? Гораздо лучше, чем добрым словом можно, да? Да. А параллельно с событиями на Украине, где Трубецкой пошел возвращать казаков в царское подданство, очень интересные события происходили в Варшаве на Сейме, где представители польской шляхты отказались утверждать согласованный с Гетманом вариант гадических статей. Никакого триединного государства, возврат всех польских порядков, полная реституция, то есть возврат собственности. Да, договорились о том, что будет казацкое войско, но очень ограниченном этом самом режиме. Возвращение коронной администрации, возвращение унианской церкви. Непонятно, что они тогда вообще там, в чем пошли на уступки. Что вообще будет мир. Почему казаки обратились в свое время за помощью к Москве? Украина, аграрная территория, вести бесконечно войну не может. Нужно оружие, нужен порох. Война достаточно дорогое и затратное занятие. На территории Украины необходимых производств нет. Порох и свинец нужен просто в промышленных количествах. Ведь основа казацкой армии это огнестрельная пехота. Дать это может только сильное государство с сильной экономикой, развитой промышленностью и торговлю. Поэтому пошли на поклон в Москву. И поляки понимали, что казаки это вооруженная чернь, где в долгую исход конфликта он понятен. И многие готовы были продолжать этот конфликт. Во-первых, пролилось очень много крови с обеих сторон. А казацкий бунт, он был достаточно кровавый. С резней польского населения. Очень многие люди потеряли собственность. Причем часто единственную собственность. И потеряли родственников. Убедить их пойти на компромисс было очень тяжело. Тем более на семье, где каждый мог встать и высказаться. Причем достаточно эмоционально. Ну и потом, наверное, позиции магнатов тоже были очень сильны. А именно они понесли гигантские потери, я имею в виду, своего имущества. Потому что ясно, что при всех там вариантах, скорее всего, действительно сохранить все то, что у них было, точно не удаться. И далеко не факт, что те же самые казаки отдадут то, на что они согласились отдавать. Вот получается, что Сейм, который принял гадячские условия в очень ужатом виде, а на самом деле вообще другие совсем условия, полностью дискредитировал саму эту попытку короля договориться с Выговским. То есть, он дискредитировал и королевскую позицию в глазах казаков, и позицию самого Выговского. Именно поэтому произошел такой довольно странный парадокс. С одной стороны, казаки выиграли под Конотопом, и царская армия отступила. А с другой стороны, уже через несколько месяцев те же самые казаки, без какого-либо сопротивления, обратно признают царскую власть. Что произошло? Они узнали, что принял Сейм. И в этот момент они задались вопросом. А за что воюем? Грубо говоря, за возвращение панов, за возвращение прежних порядков. И в этот момент от Выговского отвернулась не только Чернь, но и старшина. Ну, потому что при Москве худо-бедно жили, не тужили. Да, их статус был неопределен, но никто не покушался на их права и на их собственность. А возвращение всего того, чем за 10 лет уже привыкли пользоваться и считать своим, они были не готовы. Ну, и опять-таки, здесь точно так же вот эта пролитая кровь играла свою роль. Потому что понятно, что поляки тоже не церемонились с населением. И точно так же очень много было к ним счетов за убитых родственников и так далее. То есть, получается, что если мы можем считать ошибкой русского правительства, что оно не слишком сильно уделяло внимание вообще вопросам Украины, в какой-то момент прозевало вот этот разворот политики Выговского в сторону Польши. Оно просто не предложило системного подхода к интеграции и к взаимодействию. И поэтому казаки, казацкая старшина, они не понимали, что их ждет. Ну да, мы это говорили. То есть, получается, что все это было компенсировано еще большей ошибкой на Сейме, которая элита Речи Посполитой. Сейм-то был, наверное, объединенный, да, и литовцы там были. То есть, по сути, они полностью компенсировали эту нашу ошибку, развернув снова казаков со стороны русского государства. Были ли в Речи Посполитой все-таки силы, которые понимали, что это ошибка, и которые пытались убедить Сейм все-таки принять тот сценарий, который разработан был королевскими послами? Понятно, ну, помимо самого короля. Ну, только там ближний круг его соратников. Яна Казимира, да? Да, Яна Казимира. Но они не смогли убедить Сейм. Более того, это привело еще и к конфликту между Сеймом и королем, очередному, и магнатами. И фактически весной 59-го года польский Сейм проголосовал за продолжение войны с казаками. После этого, летом 59-го, казачество отвернулось от Выговского, и когда Трубецкой повторно двинулся на левобережье, то уже никто не оказывал сопротивления. И в Переиславле состоялась Казацкая Рада, на которой гетманом единогласно был выбран как раз Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого. И были подписаны новые статьи. Причем в этот момент казачество было готово идти на существенные компромиссы. И, вероятно, именно в тот момент была даже возможность получить обратно Северщину. Но царское правительство решило не обострять, хотя были такие пожелания у Трубецкого, понятные, потому что Трубческ... Да, давайте, надо все-таки объяснить, почему именно Трубецкой настаивал на возвращение северских земель в прямое подчинение русскому государству. Почему? Поскольку он происходил из владетельного рода князей Трубецких, которые владели исконно Трубческом, а он как раз после Смуты отошел, как и все северские земли, полякам. И как раз род Трубецких он разделился. Часть рода выехала после Смуты в Россию, а часть рода осталась на своих исконных землях в Польше. Но в любом случае Трубческом он оказался в составе Гетманщины, то есть его владетельные права дворянства и шляхты там были прекращены. Ну, какие еще... Чем отличался Переиславский договор 59-го года от договора 54-го года, поскольку стороны, понятно, те же самые? Да. Расширение царского военно-административного присутствия, кроме Киева, это также Переиславля, Чернигов, Нежин и Остер. Это имеется в виду, что туда были введены гарнизоны? Гарнизоны и воеводы. А, и воеводы. Да. А на Правой Бережье еще и Белая Церковь. Был поставлен вопрос о налогах и походах тех, но не был решен. А вот что значит был поставлен, но не был решен? В чем тогда? Ну, не был. Значит, считайте, что и не поставлен. Было обозначено, что когда война завершится, будем решать вопрос с налогообложением. Потому что война на Украине, российское правительство ее ввело за свой счет, никаких податей, никаких налогов не собиралось, даже продовольствие, оно не собиралось население, а либо привозилось из великороссийских регионов, либо покупалось на месте. Отдельная проблема была с серебряными и чугунными деньгами. Сейчас ее касаться не будем. Для России, для российского государства Украина была полностью затратным проектом. Чугунными деньгами? Медными? Медными. Я уже всегда думаю, почему я ничего не знаю про чугунные деньги. Ну, ладно, я понял, что так. Медные деньги. Была проведена в это время в России денежная реформа медная, медные деньги вошли в оборот, и стоимость которых была существенно, вернее, номинал, да? Нет, номинал был нормальный, да? Номинал был нормальный, но стоимость. Но стоимость меди была намного ниже в весовом эквиваленте, чем серебра, а принимались они по номиналу. Да, что приводило, конечно, к очень большим проблемам, и в итоге в России привело к медному бунту 1662 года. Но это мы уже, так сказать, совсем в другую степь ушли. Так, значит, я понимаю, что ограничены были, поставлены вопросы налогоблажения, было серьезно увеличено военное присутствие русских войск на Украине, какие-то еще? Реестр не трогали, и еще раз, вопрос был поставлен, но не решен, никакие подати не вводились. Опять, широкое самоуправление, единственное, что с ограничением внешних сношений, уже все, Москва поняла, на чем она обожглась. Но, в принципе, опять российское правительство готово было ограничиться признанием своего владения, не пытаясь установить какие-то свои правила и процедуры. Не изменяя под себя вот эту новую территорию. А вот этот институт представительства при Гетмане также не был введен? Или все-таки что-то подобное было введено, постоянное представительство? Постоянное так и не было введено. То есть, эту роль, по идее, должен был играть вроде бы киевские воеводы, да? Но надо понимать, что столица Гетманщины в тот момент был Чигирин. В Чигирине не было царского гарнизона и царского воеводы. Киев был крупным городом, безусловно, торговым и административным центром. Более того, он был еще и религиозным центром, но он не был столицей Украины. Ну, по факту, у нас человек, отвечающий за украинскую политику, это вот был условно киевский воевод, так можно сказать. Вот Шереметьев Василий Борисович, который впоследствии под Чудновым попадет в плен, это как раз киевский воевод, который, ну, по сути своей, вот, курировал это направление. А Ромодановский на белорусском полку подстраховывал военные силы. Да, при этом Ромодановский, с точки зрения своего статуса, был гораздо ниже Шереметьева, просто в силу местнических традиций. Ну, это именно на личном уровне, потому что если бы назначили киевским воеводой, там, условно, другого человека, это, там, Борядинский тоже сам. Как раз с назначением Шереметьева, и возникла ситуация, когда в Киеве воеводой сидит сильный администратор с широкими полномочиями и с сильным весом в системе управления Российского государства. Потом, те воеводы, которые были после Шереметьева, они были гораздо ниже его по статусу, и сразу же роль киевского воеводы, она резко снизилась. А вот еще так, в Чигирине не было русского воевода, а вот когда мы уже, забегая очень далеко вперед, в 77-78 году обороняли Чигирин, там же был воевода русский уже? К тому моменту и правобережное гетманство упразднили. А, все, да, правильно, это же было, все, я немножко, хорошо. В 74-м году произошло формальное объединение, когда на Переиславской раде 1674 года правобережные и левобережные казаки проголосовали за то, чтобы у них быть одному гетману, и это гетман Самойлович, и быть им в царском подданстве. И потом понадобилось еще два года, чтобы правобережный гетман Дорошенко с этим смирился, сдался царским властям, принес присягу и уехал жить сначала на левом бережье, потом его дальше услали. Ну, то есть, это мы еще будем говорить в следующих данных сервисах. Значит, подводя такой предварительный итог, вот Переиславский договор 1659 года был фактически, ухудшил положение казачества по сравнению с радой 1554 года. То есть, получилось так, что вроде бы казаки хотели добиться больших свобод через вот это гадячское соглашение, а по факту они и там не получили, и здесь потеряли. Через гадяч, через первый вариант гадячского соглашения, не казаки хотели больших свобод, а казацкие элиты попытались договориться с королевскими властями о своем личном интерпорировании в польское государство, в понятную им систему. Они хотели быть сенаторами, они хотели быть шляхтой, они хотели, чтобы у них были наследные владения. Выговский хотел быть гетманом и сенатором, чтобы гетманщина, вот эти три воеводства, были обособлены. Вот тогда только первый раз поднялся вопрос об обособлении этих трех воеводств в отдельной территориальной административной единице. Вот эти прото-укры, вот как раз тут и родились, да? Прото-Украина появилась как раз в результате такого фантомного проекта гадячского соглашения. Да, русского княжества. Русского княжества. А вот... Через одно «С», правда. Судьба Выговского, то известно, что он погиб, ну не погиб, он был казнен поляками. А почему так произошло? Казалось бы, он очень много сделал, чтобы вернуть под власть панов Украину. Как так получилось, что он в итоге закончил свою жизнь, вообще-то, он расстрелян, не помню, или повешен он был там? Выговский, после того, как он потерял гетманство, он, фактическое гетманство, он остался формально королевским гетманом, войско Запорожского, за ним оставили его права, ему дали какие-то земли на кормление, но в большую политику украинскую он больше так и не вернулся, потому что в 60-е годы появились новые лидеры, которые опирались на реальную силу, тот же Дорошенко. Выговский попытался воспользоваться одной из ситуаций и как-то вернуться. Сейчас не буду пересказывать всю интригу, скажем так, у него не получилось, а поляки посчитали вот эту его попытку признаком нелояльности. А мы будем это разбирать в следующих, или мы сейчас закроем? Можем разобрать. Да, ну хорошо, хотя бы так коротко посмотреть, потому что судьба условно предателя, она очень характерна. Вот то, что Выговский был казнен именно поляками, а не, допустим, не попал в плен к нам и не был казнен в Москве, это вот очень символично. Выговский понимал, что если он будет презентовать себя на Бравобережье как стопроцентного представителя короля, то он не найдет опоры среди казаков. Поэтому он вынужден был, как минимум, проговаривать достаточно независимую свою позицию, что было расценено поляками как попытка измены мятежа. Сложно сказать, действительно ли он хотел изменить королю. Скорее всего, это была попытка заработать очередной политический капитал, добиться поддержки хотя бы нескольких правобережных полков и уже опираясь на их поддержку, попытаться себе выторговать что-то еще. Ну, поляки решили превентивно уже, чтобы не создавать правильную. Да, они расценили его поведение как попытку измены. И одним гетманом стало меньше. Да, очень такое завершение характерное и символическое. Так, все с 1959 годом понятно. Что мы будем рассматривать в следующий раз? Какие истории? В следующий раз мы поговорим о Слободищах, о компании Шереметьева, о Чудновской компании. Но сама военная компания нас будет интересовать меньше. Нас будут интересовать Слободищи. И чем они интересны? Слободища – это именно договор, который заключил… Да, Слободищанский договор между Юрием Хмельницким и польским королем, который фактически положил начало разделу вот этого гетманата на левобережье и правобережье. И дальше мы поговорим, как начали развиваться вот эти центробежные процессы и на правобережье, и левобережье, как за несколько лет казацкие элиты окончательно разделились по двум берегам Днепра. И хотя казаки еще ментально продолжали себя воспринимать некой общей общностью казацкой, но элиты разошлись и даже успели зафиксироваться, и успели начать воевать друг с другом. Ну и потом это усилилось и разделением по Андросовскому перемирию. Оно зафиксировало то, что уже к этому моменту сложилось. Поэтому, наверное, в следующей серии мы расскажем о том, как казаки разделились по Днепру. Наверное, расскажем о бунте Брюховецкого. Хорошо. Это, да, будет интересно. Большое спасибо. И до следующих встреч. Спасибо.